МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Назгуль Талипова. Коротко о главном. Трагическая случайность или врачебная халатность? Почему умер новорожденный в семье Муртазиных надеются, что ответы дадут правоохранительные органы? Сразу две новые школы начнут работать в новом учебном году. В областном Акимате обсудили итоги строительства социальных объектов. Сборная Казахстана по футзалу вошла в четверку сильнейших на молодежном чемпионате мира. Спортсменов-карагандинцев торжественно встретили на вокзале. Ожидание ребенка для семьи Муртазиных закончилось трагедией. Их малыш умер через сутки, появление на свет. Врачи утверждают, что ребенок был рожден значительно позже срока. О том, как страшно терять долгожданных детей, и кто понесет наказание, в нашем видеоматериале. Разобранная детская кровать, слезы и боль – это все, что осталось от сына семьи Муртазиных. Ребенок умер через одни сутки и восемь часов после рождения. Предварительный диагноз – пневмония. По словам Олеси и мамы новорожденного, на протяжении всей беременности анализы были хорошими. Ближе к сроку, 17 июня, у меня стоял срок на 17 июня. Когда я пришла на прием, мне про мой срок, моя врачиха ничего, ну, мой гинеколог ничего не сказала. Она мне просто, как обычно, сказала – ходи, жди. Мне каждый прием говорили – ходи, жди. Я думала, что это наоборот хорошо. Ну, то, что ребенок более здоровый, выношу его. И она меня посылала. Ну, я, естественно, ходила. Я живу рядом с больницей. Это не первая беременность Олеси. Старшей дочери – 6 лет. К рождению второго ребенка готовились всей семьей. Даже имя ему дали – Дамир. За полгода до планирования беременности его родители принимали все необходимые витамины. Носящая в утробе плод чувствовала себя отлично, а вот уже ближе к родам заметила, что ребенок стал пассивным, затем чрезмерно активным. Как говорили потом врачи роддома, это и были знаки, что ребенку пора явиться на свет. Тогда как гинеколог по месту жительства утверждала, что это реакция на дожди. Олеси недоумевает, почему она постоянно переносила дату рождения ребенка и не назначала дополнительные анализы. Горюющая мама жалеет, что доверилась врачу и продолжала ждать. Так наступила 43-я неделя беременности. Местоположенных – 40. У меня начались схватки. Я, естественно, вызвала скорую на родостях. Братик пришел, дочу, чтобы забрать. Он ее забрал. Меня скорой забрали. Естественно, они проверили меня, осмотрели и сказали, что у меня раскрытие еще не как урожавший. Выделение, не как урожавший, что раны еще. На второй этаж. Не на третий поднимут, а на второй. Я говорю, ну, я не первый раз, просто я уже второй раз рожаю, я знаю, что такое схватки. Ну, ладно, думаю, раз они так видят, ну, пускай. На второй подняли, у меня начались кровянистые выделения. Я врачам сказала, а они, она сказала, тебя только подняли, такого не может быть. Все, что было потом, Олеся не может вспоминать без слез. У них аппарат есть, схватки проверяют. Меня на этом аппарате проверили. Вот так мне бумажку вытащили и сказали, у тебя не сильные схватки. Ну, рожать еще рано. А я-то чувствую, что у меня уже, что все уже. Когда меня подняли уже, ну, уже когда сильная кровь пошла, меня врач осмотрел и сказал, поднимайте ее, ей уже надо рожать. Ну, пренебрежительно у них там отношения, конечно. Они, мы сейчас, если ты не будешь рожать, мы пойдем в другую палату, там у нас роженица. Как бы вот так все. Когда я родила, я сразу услышала, что он не заплакал. Ну, я сразу поняла, что тут что-то не то. Они его забрали, забрали и, ну, осмотрели там, партнеру говорю, иди смотри, ну, я же знаю, что должны ложить на грудь. Его не ложат, все не ложат. Они пошли. Она говорит, он там кряхтит. Восьмого ночи мне сказали, что он умер. Ну, позвали, мне сказали, идите, попрощайтесь. Я уже зашла, он уже был без контектора, без ничего. И все, я уехала оттуда. прям ночью муж приехал, я сказала, я не могу тут находиться. Врачи роддома говорят, если бы родила в назначенный срок, то ребенка можно было спасти. К нему у Олеси претензий нет. Все необходимые реанимационные процедуры были проведены. Ребенок рождается очень тяжелым, в крайне тяжелом состоянии, с асфиксией. Сразу же были вызваны консультанты, это хирург и неанатолог по консультативно-транспортной службе. Этот диагноз уже был выставлен. Врачи сделали все необходимые мероприятия. Ребенок находился сразу же, поместили в реанимацию, находился на искусственной вентиляции легких. Несмотря на все это, на все необходимые мероприятия, которые сделали медики, и учитывая тяжелое состояние при рождении, ребенок прожил одни сутки и восемь часов. После случившегося семья Муртазиных написала заявление в органы прокуратуры. По факту смерти новорожденного идет расследование. Родные малыша уверены, что виновный должен понести ответственность за смерть маленького Дамира. Анна Шалкарбек, Исламбек Коспанов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. В новом учебном году в новую школу. Уже в августе будет сдана в эксплуатацию школа в Садпаеве, а в октябре откроет свои двери новая школа в Караганде. Сегодня строительство учебных заведений идет полным ходом, Акимобласти намерен лично проверять качество работ. Здание новой школы на Юго-Востоке уже почти готово к эксплуатации. Школа состоит из шести совмещенных блоков. По трем блокам уже завершена облицовка фасада, выполнены внутренние отделочные работы и проведена внутренняя разводка сети электроснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации. Школа в городе Садпаев тоже почти готова. В декабре в шахтерской столице откроется новая детская больница. Она будет рассчитана на 200 коек. Также в области уже работают новые семейно-врачебные амбулатории. Они были построены по программе «Дорожная карта занятости-2020». Акимобласти поручил чиновникам жестче контролировать качество новостроек. Мы не помним сколько. Да, где-то может быть ведется знак, но чтобы не просыпать это. Но требует качества. И тут это тоже будет вот тем нам важно для пересиденцев строя в городе Садпаев В регионе по-прежнему острым остается жилищный вопрос. Несмотря на то, что в текущем году план строительства перевыполнен на 50%, список очередников на жилье меньше не становится. По информации Жанна Морзагали, в Саране не хватает 22,5 миллиона в Тенге на завершение строительства двух домов. Айем Амрина, Лужас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. Гребцы Тимиртаусской спортивной школы будут представлять Казахстан на 31-х Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Светлана Германовича и Владислав Яковлев завоевали это право благодаря упорным тренировкам. Наши корреспонденты посетили школу, где готовятся грибцы и понаблюдали за последней тренировкой перед Олимпийскими стартами. Самаркандское водохранилище. Последняя предстартовая тренировка перед вылетом в Бразилию проходит по строгому графику. Спортсмены разминаются и проверяют снаряжение. 23-летний Владислав Яковлев уверен в своих силах. Он участвует в Олимпийских играх не в первый раз. В 2012 году он уже стартовал в Лондоне. После итоговой тренировки спортсмены вылетят в Алматы. Там их обеспечат спортивной экипировкой. Из южной столицы они вылетят в Бразилию. 31-е Олимпийские игры пройдут с 5-го по 21-е августе в Рио-де-Жанейро. В нем примут участие 10,5 тысяч спортсменов из 206 стран мира. В рамках программы Олимпийских игр будет разыграно 306 комплектов медалей в 42 видах спорта. А.М. Амрина Улжас Габасов Александр Цирикидзе Первый Карагандинский Навыки психологических приемов необходимы для разъяснения посланий президента. Как правильно объяснять и как добиться чтобы вас услышали. Секреты психолога выслушала Лариса Хусаинова. Лейла Аслубекова профессор Национальной Школы Госполитики Академии Государственного Управления при президенте Республики Казахстан. На встрече с представителями информационно-пропагандистских групп, представителями управления и департаментов психолог рассказала, как именно нужно разъяснять ежегодные послания президента. Не всегда гидолупый обыватель нашей страны носа вас в мире. Поэтому я поставлю с вами презентацию нашу с вами встречу. Во-первых, озвучить, как поднять к этому человеку, заставить его просто попросить, попросить его на тебя посоветить. Поэтому будьте любезны, господа, честен с вами общаться. Точно того же подхода у вас должен быть каждый гражданин. Для качественной организации идеологической работы и повышения эффективности в качестве лекторов привлекаются представители республиканских государственных структур, известные общественные деятели и ученые. Они с профессиональной точки зрения проводят разъяснительную работу среди населения. Организаторами семинара выступило Управление внутренней политики Карагандинской области. Эту работу вы, наверное, как вы себя ощущаете, знаете, что она ведется активно. Но мы всегда еще новую форму в этой работе. Мы хотим, чтобы материал, который мы преподносим на эту тему, был интересным, чтобы он оставался у вас как-то в памяти, чтобы вы не какие-то практически на обороты, с которыми могли дальше поделиться в своей работе. В нашей области работает одна областная 18 городских и районных информационных групп, в которых насчитывается более 700 пропагандистов. Разъяснение посланий президента одна из основных задач, поскольку мало лишь услышать послание, гораздо важнее притворить его в жизнь. Лариса Хусынова, Жаксолок Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Уважаемые телезрители, впереди реклама, и мы сразу вернемся к нашим актуальным новостям. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Жительница Жасказгана задержала полицию за распространение слухов о террористах. 29-летняя женщина использовала мессенджер Ватсап. Об этом сообщает пресс-служба областного ДВД. 23 июля через сеть Ватсап распространено сообщение о том, что возле одного из жилых домов Жасказгана были задержаны террористы, у которых изъято оружие и взрывное устройство. Полиция информацию проверила и не нашла подтверждения. По горячим следам была задержана жительница Жасказгана. Она призналась садзиеном. О мотивах такого поступка не сообщается. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 274 часть 2 пункт 3 Уголовного Конституции Республики Казахстан проводится расследование. В свою очередь полиция предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации наказывается лишение свободы до 5 лет, а в условиях чрезвычайной ситуации до 10 лет лишением свободы. Пьяный мужчина утонул в искусственном озере Центрального парка. Трагедия произошла 31 мая. Пока это единственный случай. в городе с начала купального сезона в управлении по чрезвычайным ситуациям провели брифинг, на котором рассказали, что основное средство недопущения гибели людей это профилактическая работа. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. А точнее, главное не стать этим самым утопающим. Профилактическую работу в управлении по чрезвычайным ситуациям считают самой главной. Еженедельно спасатели проводят специальные рейды. Раздают буклеты и памятки отдыхающим в очередной раз рассказывают о правилах поведения на воде. На сегодняшний день в Караганде зафиксирован один случай гибели. 31 мая при купании на катамаране на искусственном озере в Центральном парке утонул 29-летний мужчина. На брифинге озвучили главные причины всех случаев. Утопление наводов это является купание в неустановленных местах, употребление искусственных напитков. Особое внимание спасатели уделяют работе с детьми. Это прежде всего еще раз напоминание детишкам о том, что где можно купаться, где нельзя купаться. Затрагиваются также на данных занятиях вопросы по противопожарной безопасности. Детям показываются, как правильно пользуются ранних тушителям. Задаются вопросы, значит, рассматриваются вопросы по эвакуации и рядом их вопросам. Жаркое лето – это горячая пара не только для водоспасателей, но и для пожарных. С начала года в Караганде произошло 323 пожара, при которых 5 человек погибли и 10 получили травмы. Этих жертв можно было избежать, заявляют специалисты управления по чрезвычайным ситуациям. Спасатели и пожарные в один голос призывают карагандинцев соблюдать элементарные правила безопасности. Сборная Казахстана по мини-футболу вошла в четверку сильнейших на молодежном чемпионате мира. Соревнования проходили в Парагвае. В составе сборной выступали два карагандинских спортсмена. Во вторник их торжественно встретили на вокзале. Никита Шведюк на чемпионате мира по футзалу среди молодежи забил 7 голов. Сам молодой спортсмен гордится, что сборную сформировали за пару дней. Но несмотря на это ребята смогли показать достойный уровень казахстанского футзала. Никто в общем-то не верил в нас, но мы смогли все показать и пробились в четверку лучших команд мира. Успели сплотиться за это время с командой и с тренерами. В этой поездке получили огромный опыт и за все что случилось и было хочется сказать большое спасибо нашим спонсорам и тренерам и всем родным и близким. Карагандинских футболистов встретили на железнодорожном вокзале. Тренеры, друзья и родители безгранично гордятся нашими игроками. Мы считаем, что наши ребята отстояли не только честь Казахстана, но они защитили честь всего карагандинского мини-футбола, поскольку Никита и Акжол являются воспитанниками карагандинского клуба Тулбар. Наши ребята выступили на высоком профессиональном уровне. Они проявили командный дух, волю к победе, характер. Мы считаем, что они достойны всяческих похвал и уважения. Первый матч в групповом этапе наша молодежка проиграла сборной Парагвая 3-12. В следующей встрече Казахстан сыграл в ничью с командой Каталонии 1-1. В заключительном матче наши спортсмены обыграли Индию со счетом 16-3 и вышли в плей-офф со второго места. В четвертьфинале казахстанская молодежка сумела обойти Бельгию 2-1 и таким образом пробилась в полуфинал. Лариса Хусейнова Славбек Успан Александр Цирикидзе 1-й Карагандинский Карагандинцев приглашают на единый день информирования в рамках марафона «Идем в народ». Пресс-служба Акима города сообщает, что 27 июля с 10 до 13 часов в здании Акимата Караганды состоятся консультации. В частности, порядок оказания государственных услуг виды социальной помощи и поддержки. Все желающие смогут получить советы по участию в программе Дорожная карта занятости 2020, а также получить ответы на вопросы о модернизации пенсионной системы. Консультации будут проходить на первом этаже Акимата Караганды. Вход со стороны ЦОНа. Уважаемые телезрители, это все, о чем успели рассказать журналисты 1-го Карагандинского. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 42-06-49. До свидания. Сау Болезда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова